Сына единоросса не посадят, а будут лечить. Число погибших в Украине воронежцев перевалило за 400. Воронежские прокуроры покрывают пытки в тюрьмах. Вагнеровцы возвращаются. Всем привет! Это очередной выпуск «А что там в Воронеже?», где мы рассказываем самые важные новости в жизни города и области за последнее время. Больше новостей читайте в текстовом формате в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. А здесь новости для тех, кто не очень любит читать. Лайк, подписка и начинаем! Уже месяц прошел после мятежа ЧВК Вагнер и можно подвести какие-то итоги. Главный итог – никто никакого наказания не понес. Перестрелка в Отрадном, 4 уничтоженных вертолета, самолет, взрыв колонны с гражданскими автомобилями, уничтоженные нефтехранилища и ничего. Областная администрация даже составила оценку ущерба от мятежа. Только вот точных цифр, полных цифр, она не назвала. Губернатор Гусев отчитался лишь о количестве пострадавших и что с ними будут делать. По его словам, это чуть более пара десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобилей. Также легкий вред здоровью получили 4 жителя региона, среди которых 1 ребенок, и им выплатили по 100 тысяч рублей. К этому отчету есть сразу несколько вопросов. Во-первых, почему не раскрыта полная сумма ущерба? Во-вторых, зачем преуменьшать разрушение, если и так всем понятно, что их гораздо больше? И третье, 100 тысяч рублей за здоровье ребенка? Серьезно? Все получается как обычно. Хотели показать заботу о людях, а по итогу только заботятся о том, чтобы не потерять лицо. Да и то не очень удачно. Продолжается эпопея с Евгением Васильевым, сыном единоросса и бывшего депутата облдумы. Если кто не помнит, то этот индивид в состоянии явно наркотического или алкогольного опьянения гонял по улицам Воронежа в обнимку с каракалом и отстреливался от полицейских фейерверками. Пресс-служба Ленинского суда сообщила, что суд удовлетворил ходатайство следствия и освободил Евгения Васильевича от наказания. Вместо этого его отправят на принудительное лечение в стационар. А ведь ранее ему грозило до 10 лет тюрьмы. Не то чтобы я сильно сомневался, что его отмажут, но чтобы так нагло. Типа, ну он у нас больной, что с него взять? Полечим. А между тем активист Григорий Северин сидит в тюрьме с реальным сроком за пост ВКонтакте. Как говорится, почувствуйте разницу. К моменту выхода этого ролика число погибших в Украине воронежцев перешагнет отметку в 400 человек. И это катастрофа. Это в три раза больше, чем в Афганистане за 10 лет. Наши опросы показывают, что у половины воронежцев есть друг или родственник, который погиб в Украине. Власти продолжают готовиться ко второй волне мобилизации, и вы должны быть на чеку. Если мобилизацию все-таки объявят, то всем военно обязанным уезжать нужно будет немедленно. Если вы попадаете в группу риска, то посмотрите мой ролик о том, что делать, если начнется мобилизация. А если вы жена или мать такого человека, то попросите его этот ролик посмотреть. Ссылку оставлю в описании. Проект ГУЛАГУ.нет рассказывал, что в двух учреждениях Бориса Хлебска, сезон номер 2 и К9, находятся военно-пленные из Украины. Всего их там более 250 человек, и все без правового статуса. Их ежедневно избивают прикомандированные к ним сотрудники, которые их, собственно, и охраняют. Уровень садизма зашкаливает. Любые передвижения проходят в лучших традициях черного дельфина. Головы вниз, руки назад. И вот прокурор Воронежской области Николай Саврун, говорящая фамилия, 6 июля посетил ИК-9 Бориса Хлебска с плановой проверкой. Там списки проверяющих были вообще все. В том числе специалисты МЧС по Воронежской области, областное управление Роспотребнадзора, Государственная военная инспекция и многие другие. И что вы думаете? Нарушения прав осужденных, требующих немедленного принятия мер прокурорского реагирования, выявлено, конечно же, не было. А самое главное, что в этом отчете нет ни слова об этих 250 пленных из Украины, которых в этом ИК-9 даже не имеют права держать. Не уж тем более ни слова о том, каким пыткам их там подвергают. Саврун войдет, безусловно, в историю как пособник этих пыток. А если вам что-то известно о содержании пленных, то пишите нам в этот телеграм-бот, все сообщения там анонимны. Уберите детей от экранов, сейчас будет жесткое видео. Это видео нам прислали читатели, это на Шишкова. По словам очевидцев, мужчина избивал девушку более 20 минут, а потом при звонке на 112 спрашивали, а девушка просит о помощи? Соседи утверждают, что нападавший это вагнервец в отпуске. Ну вот, буквально же, как в меме, когда убьют, тогда и звоните. Средь бела дня избивают человека ногами, а полиция, вместо того, чтобы арестовать беспредельщика, предлагает сначала уточнить, нужна ли помощь. Да нет, у нас так принято. Он бьет ногами, а мы терпим. Зато если вдруг какой-нибудь пикетчик выйдет с плакатом против войны, то тут уж целые отряды выезжают, чтобы устранить дерзкого нарушителя. Вообще, я с начала войны говорю, что когда вот эти бывшие зэки вернутся обратно в города, начнется такой ад, что даже вот это на фоне будущих событий окажется цветочками. В погоне за бесплатной и неприхотливой живой силой наши власти запустили бомбу замедленного действия, которая обязательно рванет. Не сегодня, так завтра. И это были все новости Воронежа за последнее время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok